Борис Пастернак Доктор Живаго Часть первая Пятичасовой скорой Шли и шли, и пели вечную память. И когда останавливались, казалось, что ее по залаженному продолжают петь, ноги, лошади, дуновение ветра. Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные входили в процессию, спрашивали, кого хоронят. Им отвечали — Живаго. Вот оно что, тогда понятно. Да не его, ее. Все равно, царствие небесное, похороны богатые. Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные. Господня Земля и исполнение Ея, Вселенная и всеживущие на ней. Священник крестящим движением бросил горсть земли на Марью Николаевну. Запели садухи праведных. Началась страшная гонка. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать. Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо в четыре лопаты забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел десятилетний мальчик. Только в состоянии отупения и бесчувственности, обыкновенно наступающих к концу больших похорон, могло показаться, что мальчик хочет сказать слово на материнской могиле. Он поднял голову и окинул с возвышения осенние пустыри и главы монастыря отсутствующим взором. Его курносое лицо исказилось. Шея его вытянулась. Если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас завоет. Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облако стало хлистать его по рукам и лицу мокрыми плетьями холодного ливня. К могиле прошел человек в черном, со сборками на узких облегающих рукавах. Это был брат покойный и дядя плакавшего мальчика, растриженный по собственному прошению священник Николай Николаевич Веденяпин. Он подошел к мальчику и увел его с кладбища. Они ночевали в одном из монастырских покоев, которые отвели дяди по старому знакомству. Был канун Покрова. На другой день они с дядей должны были уехать далеко на юг, в один из губернских городов по Волжье, где отец Николай служил в издательстве, выпускавшем прогрессивную газету «Края». Билеты на поезд были куплены, вещи увязаны и стояли в келье. С вокзала по соседству ветер приносил плаксивые пересвистывания маневрировших вдали паровозов. К вечеру сильно похолодало. Два окна на уровне земли выходили на уголок невзрачного огорода, обсаженного кустами желтой акации, на мерзлой луже проезжей дороги и на тот конец кладбища, где днем похоронили Марью Николаевну. Огород пустовал, кроме нескольких муаровых гряд, посиневшей от холода капусты. Когда налетал ветер, кусты облетелой акации метались, как бесноватые, и ложились на дорогу. Ночью Юру разбудил стук в окно. Темная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу. За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевало вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала, и всеми способами старалась привлечь Юрина внимание. С неба, оборот за оборотом, бесконечными мотками падала на землю белая ткань, обвивая ее погребальными пеленами. Вьюга была одна на свете, ничто с ней не соперничало. Первым движением Юры, когда он слез с подоконника, было желание одеться и бежать на улице, чтобы что-то предпринять. То его пугало, что монастырскую капусту занесет, и ее не откопают. То, что в поле заметет маму, и она бессильно будет оказать сопротивление тому, что уйдет еще глубже и дальше от него в землю. Дело опять кончилось слезами. Проснулся дядя, говорил ему о Христе и утешал его, а потом зевал, подходил к окну и задумывался. Они начали одеваться. Стало светать. Пока жива была мать, Юра не знал, что отец давно бросил их, ездит по разным городам Сибири и за границей, кутит и распутничает, и что он давно просадил и развеял по ветру их миллионное состояние. Юре всегда говорили, что он то в Петербурге, то на какой-нибудь ярмарке, чаще всего на Ирбитской. А потом у матери, всегда болевшей, открылась чахотка. Она стала ездить лечиться на юг Франции и в северную Италию, куда Юра ее два раза сопровождал. Так в беспорядке и среди постоянных загадок прошла детская жизнь Юры, часто на руках у чужих, которые все время менялись. Он привык к этим переменам и в обстановке вечной нескладицы. Отсутствие отца не удивляло его. Маленьким мальчиком он застал еще то время, когда именем, которое он носил, называлось множество саморазличнейших вещей. Была мануфактура живага, банк живага, дома живага, способ завязывания и закалывания галстука булавкою живага. Даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием живага. И одно время в Москве можно было крикнуть извозчику «ГЖИВАГА!» Совершенно как к черту на куличике. И он уносил вас на санках в тридесятое царство, в тридевятое государство. Тихий парк обступал вас. На свисающие ветви елей, осыпая с них иней, садились вороны. Разносилось их карканье, раскатистое, как треск древесного сука. С новостроек за просекой через дорогу перебегали породистые собаки. Там зажигали огни. Спускался вечер. Вдруг все это разлетелось. Они обеднели. Летом 1903 года на Тарантасе парой Юра с дядей ехали по полям в Дуплянку, имение шелкопредельного фабриканта и большого покровителя искусств Калагривого к педагогу и популяризатору полезных знаний Ивану Ивановичу Воскобойникову. Была Казанская. Разгар жатвы. По причине обеденного времени или по случаю праздника в полях не попадалось ни души. Солнце палило недожатые полосы, как полуобритые арестантские затылки. Над полями кружились птицы. Склонив колосья, пшеница тянулась в струнку среди совершенного безветрия или выселась в крестцах далеко от дороги, где при долгом вглядывании принимала вид движущихся фигур. Словно это ходили по краю горизонта землемеры и что-то записывали. «А эти?» — спрашивал Николай Николаевич Павла, чернорабочего и сторожа из книгоиздательства, сидевшего на козлах боком, сутула и перекинув нога за ногу в знак того, что он не заправский кучер и правит не по призванию. «А эти как же? Помещиковые или крестьянские?» «Энти, господсти!» — отвечал Павел и закуривал. «А вот эфти!» Отвозившись с огнем и затянувшись, тыкал он после долгой паузы концом кнутовища в другую сторону. «Эфти свои! Ай, заснули!» То и дело прикрикивал он на лошадей, на хвосты и крупы, которых он все время косился, как машинист на манометры. Но лошади везли, как все лошади на свете. То есть коренник бежал с прирожденной прямотой бесхитростной натуры, а престижная казалась непонимающему отъявленной бездельницей, которая только и знала, что, выгнувшись лебедью, отплясывала в присядку под бренчание бубенчиков, которые сама своими скачками подымала. Николай Николаевич вез Воскобойникову корректуру его книжки по земельному вопросу, которую, ввиду усилившегося цензурного нажима, издательство просило пересмотреть. «Шалит народ в уезде», — говорил Николай Николаевич. «В Паньковской волости купца зарезали. У Земского сожгли конный завод. Ты как об этом думаешь? Что у вас, говорят в деревне?» Но оказывалось, что Павел смотрит на вещи еще мрачнее, чем даже цензор, умерявший аграрные страсти Воскобойникова. «Да что говорят, распустили народ, баловство говорят. С нашим братом нечто возможно. Мужику дай волю, так ведь у нас друг дружку передавит, истинный Господь. Ай, заснули!» Это была вторая поездка дяди и племянника в Дуплянку. Юра думал, что он запомнил дорогу, и всякий раз, как поля разбегались вширь и их тоненькой каемкой охватывали спереди и сзади леса, Юре казалось, что он узнает то место, с которого дорога должна повернуть вправо, а с поворота показаться и через минуту скрыться десятиверстная калагривовская панорама с блещущей вдали рекой и пробегающей за ней железной дорогой. Но он все обманывался. Поля сменялись полями. Их вновь и вновь охватывали леса. Смена этих просторов настраивала на широкий лад, хотелось мечтать и думать о будущем. Ни одна из книг, прославивших впоследствии Николая Николаевича, не была еще написана. Но мысли его уже определились. Он не знал, как близко его время. Скоро среди представителей тогдашней литературы, профессоров университета и философов революции, должен был появиться этот человек, который думал на все их темы и у которого, кроме терминологии, не было с ними ничего общего. Все они скопом держались какой-нибудь догмы и довольствовались словами и видимостями, а отец Николай был священник, прошедший толстовство и революцию и шедший все время дальше. Он жаждал мысли, окрылянно-вещественной, которая прочерчивала бы нелицемерно различимый путь в своем движении и что-то меняло на свете к лучшему, и которая даже ребенку и невежде была бы заметна, как вспышка молнии или след прокатившегося грома. Он жаждал нового. Юрий хорошо был с дядей, он был похож на маму. Подобно ей, он был человеком свободным, лишенным предубеждения против чего бы то ни было непривычного. Как у нее, у него было дворянское чувство равенства со всем живущим. Он так же, как она, понимал все с первого взгляда и умел выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обессмыслятся. Юра был рад, что дядя взял его в дуплянку. Там было очень красиво, и живописность места тоже напоминала маму, которая любила природу и часто брала Юру с собою на прогулки. Кроме того, Юре было приятно, что он опять встретится с Никой Дудоровым, гимназистом, жившим у Воскобойникова, который, наверное, презирал его, потому что был года на два старше его, и который, здороваясь, с силой дергал руку к низу и так низко наклонял голову, что волосы падали ему на лоб, закрывая лицо до половины. «Жизненным нервом проблемы пауперизма», — читал Николай Николаевич по исправленной рукописи. «Я думаю, лучше сказать «существом», — говорил Иван Иванович и вносил в корректуру требующееся исправление. Они занимались в полутьме стеклянной террасы. Глаз различал валявшиеся в беспорядке лейки и садовые инструменты. На спинку поломанного стула был наброшен дождевой плащ. В углу стояли болотные сапоги с присохшей грязью и отвисающими до полу голенищами. «Между тем статистика смертей и рождений показывает», — диктовал Николай Николаевич. «Надо вставить за отчетный год», — говорил Иван Иванович и записывал. Террасу слегка проскваживало. На листах брошюры лежали куски гранита, чтобы они не разлетелись. Когда они кончили, Николай Николаевич заторопился домой. «Гроза надвигается, надо собираться. И не думайте, не пущу. Сейчас будем чай пить. Мне к вечеру надо обязательно в город. Ничего не поможет. Слышать не хочу». Из палисадника тянуло самоварной гарью, заглушавшей запах табака и гелиотропа. Туда проносили из флигеля каймак, ягоды и ватрушки. Вдруг пришло сведение, что Павел отправился купаться и повел купать на реку лошадей. Николаю Николаевичу пришлось покориться. «Пойдемте на обрыв, посидим на лавочке, пока накроют к чаю», — предложил Иван Иванович. Иван Иванович на правах приятельства занимал у богача Калагривого две комнаты во флигеле управляющего. Этот домик с примыкающим к нему палисадником находился в черной запущенной части парка со старой полукруглой аллеей въезда. Аллея густо заросла травою. По ней теперь не было движения, и только возили землю и строительный мусор во враг, служивший местом сухих свалок. Человек передовых взглядов и миллионер, сочувствовавший революции, сам Калагривов с женой находился в настоящее время за границей. В имении жили только его дочери Надя и Липа с воспитательницей и небольшим штатом прислуги. Ото всего парка с его прудами, лужайками и барским домом садик управляющего был отгорожен густой живой изгородью из черной калины. Иван Иванович и Николай Николаевич обходили эту заросль снаружи, и по мере того, как они шли, перед ними равными стайками на равных промежутках вылетали воробьи, которыми кишела калина. Это наполняло ее ровным шумом, точно перед Иваном Ивановичем и Николаем Николаевичем вдоль изгороди текла вода по трубе. Они прошли мимо оранжереи, квартиры садовника и каменных развалин неизвестного назначения. В них зашел разговор о новых молодых силах в науке и литературе. «Попадаются люди с талантом», — говорил Николай Николаевич, «но сейчас очень в ходу разные кружки и объединения. Всякая стадность, прибежище неодаренности, все равно, верность ли это Соловьеву или Канту или Марксу, истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало. Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному. Надо сохранять верность бессмертию, надо быть верным Христу. Ах, вы морщитесь, несчастный, опять вы ничегошеньки не поняли». «Да», — мычал Иван Иванович тонкой белокурой вьюн с ехидной бородкой, делавшей его похожим на американца времен Линкольна. Он поминутно захватывал ее в горсть и ловил ее кончик губами. «Я, конечно, молчу. Вы сами понимаете, я смотрю на эти вещи совершенно иначе. Да, кстати, расскажите, как вас растригали? Я давно хотел спросить. Небось, перетрухнули? Анафеме вас предавали? А? Зачем отвлекаться в сторону? Хотя, впрочем, что ж, анафеме? Нет, сейчас не проклинают. Были неприятности, имеются последствия. Например, долго нельзя на государственную службу, не пускают в столицы, но это ерунда. Вернемся к предмету разговора. Я сказал, надо быть верным Христу. Сейчас я объясню. Вы не понимаете, что можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего Он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование. А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению. Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии. Двигаться вперед в этом направлении нельзя без некоторого подъема. Для этих открытий требуется духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии. Вот они. Это, во-первых, любовь к ближнему. Этот высший вид живой энергии, переполняющий сердце человека и требующий выхода и расточения. И затем это главные составные части современного человека, без которых он немыслим, а именно идея свободной личности и идея жизни как жертвы. Имейте в виду, что это до сих пор чрезвычайно ново. Истории в этом смысле не было у древних. Там было сангвиническое свинство жестоких оспою изрытых калигул, не подозревавших, как бездарен всякий поработитель. Там была хвастливая мертвая вечность бронзовых памятников и мраморных колонн, века и поколения только после Христа.